эс здрасте всем друзья привет уленьки продолжаем играть farming simulator 22 и карта nf марш у нас август год 6 наша большая уборочная продолжается 5 48 утра на балансе 728 тысяч нас впереди ждет 23 контракта но там не все на уборку сейчас в общем то посмотрим разберемся и для начала давайте посмотрим чем она закончился июль в июле мы купили новую технику это наш трактор класс и прицеп перегрузчик там два прицепа перегрузчика один из них мы продали 115 тысяч вернули продано техники соответственно вот они и есть 281 тысячи это продано старых наших свинюшек мы продали строительство почти 4 миллиона это нефтяная наша вышка обслуживание техники амортизации недвижимости цена производства эти цифры с каждым разом растут все больше и больше в общем-то грустно но ладно ничего страшного продано один миллион планки и dsp или dvp что-то короче мы продали денег заработали доходы от продажи урожая соответственно тоже излишки с полей какие-то были проданы доходы по контрактам на уборку культивацию соответственно миллион двести сорок семь тысяч приятно а другое у нас наш эко счет по моему вошел только вроде расходов никаких таких не было которые могли там оказаться но и сборы за доставку продукции много вышло потому что построили новый завод и перекинули туда сразу много электричества по контрактам друзья в общем то у нас тут есть три посыпки извести куча сборов урожаев и вроде как удобрения было даже два удобрения чё-то видимо уже засеялась после вчерашней уборочной ну ладно есть еще контракт на 78 поле на сбор урожая белая капуста сейчас мы к этому контракту поподробнее вернемся для начала друзья давайте мы еще на наше производство посмотрим что у нас тут вообще происходит на биогазе все в порядке ничего трогать не надо дегистата накопилось еще относительно мало вывозить его отсюда тоже не стоит водочистная станция работает источная вода скоро закончится есть немножко воды есть компост принципе не забита пускай тоже лежит коллектор источной воды еще не насобирали ничего потому что вчера вывозил далее компостер наш усечка заканчивается мы ее вырубим просто и солом бобово когда закончится у нас нету компоста 350 кубов есть в общем то наверное тоже пускай пока просто там лежит на лесопилке дерево заканчивается завезем товаров пока что нету тоже недавно вывозили чё там делать особо и не надо а лесорубы дерево наверное дотрогать тоже пока не стоит дизельное топливо у них потихонечку заканчивается поддоны есть но бустеров разумеется никаких нету мы не завозили в мастерской тоже все хорошо 40 тысяч техобслуживания есть нпз наш тоже потихоньку работает корма для свиней совсем мало и вроде как он им нужен но если что мы будем покупать это уже обсуждалось нефтяная платформа наши друзья ты сожрала немного техобслуживания сделала немного нефти так как переработка нефти на нпз идет с такой же скоростью как выработка здесь я думаю мы раз два дня будем просто отвозить всю нефть туда и и вот так вот и будем поступать поэтому пускай пока копится на производстве удобрений заканчивается навоз с навозом тоже что-то все как-то не очень хорошо у нас последнее время удобрений 47 кубов есть жидких почти 100 опять-таки контракты на удобрения что-то да сожрут из этих самых удобрений протравка семян две линии работает одна уже выключена ну и 44 куба семян нам сделалось уже после последней уборочной сепаратор выключен силосная башня потихонечку работает люцарну надо будет обновить и силос наверное имеет смысл отсюда вывести в общем-то по ресурсам наверное сделаем все что у нас в модике продакшн инфа в левом углу плюс давайте вот в этого товарища мы этих обслуживаю он полностью забит давайте его отправим покататься пускай катается просто все развозит есть он как говорится не просит кстати он уже намотал 200 километров это микроавтобус электрически и батарейка села процентов на 30 заряда ему прям много хватает а далее погнали по порядку тогда всех в работу распихаем первую очередь силосная башня люцерна свежая я кстати люцерна перевез на этот склад 3 миллиона забил или 2 миллиона сколько здесь влазит 2 миллиона здесь влазит забил в общем этот склад просто было свободное время ребята покатались перевезли чтобы отсюда быстрее это все было на силосную башню возить давай друг сделает две поездки 600 кубов перевези и заканчивая с этим во кстати прицеп перегрузчик про которая горела начале классная штука для стримов исключительно далее навоза у нас мало как раз вот на этот один прицепчик навоза у нас 26 кубов всего или 2126 короче один прицеп пускай вывезет одна поездка забираешь навоз у свиней выгружаешь на удобрениях везешь навоз давай погнал далее по списку нас лесопилка дерево дерево у нас здесь много на складе давайте мы три прицепа наверное три вот этих контейнера туда и отправим везешь дерево три раза забираешь на складе везешь на лесопилку тоже погнал далее друзья дизельное топливо нашим лесорубам и дизельное топливо требуется еще и на компостер давайте мы посмотрим сколько влазит этого самого дизельного топлива в компостер влазит 25 кубов то есть два прицепа туда мы не отвезем я просто знаете что подумал смотрите что мы сделаем мы в папку к нашим лесорубом временно добавим точку выгрузки на компост компост топлива отправим это в папку к лесорубам поставим лесоруб топлива 1 сделаем семь поездок и скажем ему менять точку доставки применить соответственно он поедет к лесорубу первому потом ко второму потом к третьему потом к компостеру, потом опять к трём лесорубам, и это будет 7 поездок. А потом мы эту точку обратно запихнём в нормальную папку, если я, конечно, не забуду. В общем-то, тоже погнал, давай, иди катайся. Ну и, друзья, ещё сточная вода, которая закончит работу, и мы её просто выключим. Чёрт, ты так через меня проехал, зараза. Я чуть не офигел. Также, друзья, у нас есть два контракта на удобрение и три на известь. Чё ты так по косому стал? Полонник как-то по косому стоит. Непонятно. Нам. Удобрить нам надо 21-57 поле. На самом деле, скорее всего, этих удобрений ему хватит, с учётом его расхода на чужих полях на минимальной дозировке. Но, ладно, в любом случае, давайте мы отправим сначала на 21-ое поле. Давай, друг, с нижней точки, потому что ты что-то тут как-то неправильно всё делаешь. Припарковаться по завершению тебе, друг, не надо. Где это? Вот это. И ты едешь на поле 21. И работаешь там. Такс, и известь. Известь, 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 известь. У нас вот этот джуник. На известь у нас 49-е, 8-е и 44-е поля. Известь мы до сих пор покупаем, поэтому, увы. Но скоро начнём делать своё. По моим прогнозам это в начале следующего года будет. Начнём, друзья, с самого маленького поля 49. И тебе тоже припарковаться по завершению не надо. Так, а по-моему, кстати, я наши удобрелки поставил с нет на да. Да, всё так и было. Всё. Всё исправил, я всё починил. Ну и что? Довольно быстренько мы всех распихали по работам, да? Всё быстро и всё чётко. Далее, друзья, пошли в магазин и поговорим о контрактах немножко. И о технике. Я не удержался, друзья, и один из контрактов, а может быть там даже и два. Да, два. 42-е поле. И 63-е. Здесь у нас соберите урожай картофель. Я не удержался и взял их, поэтому нам надо купить технику для сбора картофеля. И, друзья, я поставил такой вот прекрасный модик. Холмер. Точнее, тут даже пак холмеров. Их тут два. Терадос Т4-40, который был в 19-й, в 17-й, в 15-й, по-моему, ферме был. Есть ещё Терадос Т4-30. Видимо, младшая модель. Она чуть поменьше по размеру, более компактная. В этом модике, друзья, это универсальный холмер, который умеет собирать все корни плоды, то есть и свеклу, и картошку, и морковку, и лук. А вот с капустой у него есть какой-то косяк. Ах да. И, конечно же, к этому холмеру ещё идут жатки. И прицеп для перевоза этих самых жаток. Жатки шириной 5,4 метра, но тут есть ещё и читерские. Она выглядит так же, но раскладывается по бокам в 3 жатки, наверное, правильнее будет сказать. В общем-то, для всех этих культур отдельно они покупаются. Насколько я понимаю, невозможно сделать такую универсальную жатку, которая будет всё собирать. Но вот с белой капустой, друзья, вышел какой-то косяк. Не хочет он её собирать. Вот он, когда только начинает её собирать, он собирает 100 литров, и потом просто начинает уничтожать урожай. Там даже не собрано урожай, просто что-то там происходит. Короче, он не собирает её. Поэтому для капусты это не работает. Я даже поменял, и вот в эту вот красную капусту, которой как бы на карте нет, он прописал сюда белокочанную капусту. Короче, это не сработало. Со всеми остальными культурами он работает нормально. Поэтому контракт на белую капусту я брать не стал, и мы её пока собирать не будем. Есть, конечно же, штука, которая идёт с картой. Вот такой вот собиратель этого всего дела. Довольно прикольный. Он работает, с ним всё хорошо. Единственный косяк у него, это его ширина, 2 метра с копейками. И у нас там на известь есть поля. Я не знаю почему, после перезахода в игру, скорее всего, компьютер сам уберёт 78 поле и оставит нам тоже там известью посыпать или закультивировать, спахать, что там будет. Они почему-то по одному пропадают всё время. Так вот, у нас на известь, по-моему, 44 поле было засеяно, вот это вот, да, 44 поле было засеяно этой самой белой капустой. И этот комбайн говорил, что убирать у него будет 7 часов. Вопрос, сколько он будет убирать 78 поле? Я, друзья, конечно, псих и люблю извращение и всё такое, но на данную секунду я не готов брать такой контракт. Несмотря на то, что 525 тысяч выглядит вполне себе соблазнительно. Хотя, с другой стороны, заработать 525 тысяч не так уж и сложно. И он точно не стоит суток работы. У нас фасттрек прибыл, сейчас мы его отправим силос вывести. Вообще, кстати, можно посмотреть в информацию, вот здесь, и он обещает, что он будет убирать 35 часов. Оно того стоит, оно того не стоит, поэтому я его не брал. Возможно, после перезахода в игру этот контракт пропадёт и останется какая-нибудь известь, и это будет классно. Вот известью посыпать или я даже готов его вспахать своими двумя плугами, но это такое. Так вот, друзья, по поводу этого модика. С капустой он не работает, со всеми остальными культурами работает. Поэтому я предлагаю купить вот эту вот штуку. Здесь есть два варианта вместимости, даже три варианта вместимости. Давайте поставим 60 кубов как раз ровно на мана. Можно поменять колёса, но смысла в этом, наверное, никакого вообще нету. И его можно перекрасить. И угадайте, в какой цвет мы его перекрасим. И металлик цвета как-то не смотрится вообще. Вот этот ничего такой. Яркий, оранжевый, классно. Цвет обода давайте тоже поставим оранжевый. И номерной знак ему надо поменять. У нас будет 70-й. И когда из других сейвов эти номера ставишь, они почему-то все переносятся. Я на другом сейве вот 70-й до 73-го дошел на тестах. Короче говоря, 436 тысяч мы эту штуку покупаем. У нас кто-то там еще тоже вернулся, кто-то что-то привез. А, возилка отвезла навоз. И да, он там со списка исчез или переместился. А, он исчез. Он будет обрабатываться сутки, понятно, даже больше. Ну и жатку. Жатку, друзья, мы тоже покупаем. Покупаем первую для картофеля. Я думаю, что мы эти жатки будем красить в разные цвета, чтобы не перепутать, где у нас что. Я думаю, для картошки у нас будет вот примерно вот такого цвета. Где эта штука у нас будет жить, я пока что еще не определился. Но, скорее всего, мы будем строить еще одну автобазу. Вероятнее всего, построим еще один вот такой вот гараж. Потому что надо купить еще один водовоз. Прям необходимо. Еще один контейнер я бы взял. Возможно, зерновоз еще один бы тоже не помешал. Так что посмотрим. Давайте отправлять вот этого товарища в работу. У нас все равно сейчас дождь идет. Хотя он вроде как должен закончиться через пару минут. Только сперва мы вот этого товарища сейчас отменим ему контракт. Точнее, не отменим, а примем. Потому что он уже сделал 99% и сейчас будет 100. Бздынь. И готово. Какое еще поле нам надо? Так, это мы перенимаем. Поле 57. Вот оно, поле 57. Здесь мы тоже маршрутик рисуем. Пофиг, он все равно до конца будет работать. Теперь мы говорим припарковаться по завершению. И отправляем его в работу. О, спринтер наше техобслуживание потихонечку возит. Вот это вот классная тема. С этой сменой точки разгрузки. Потихонечку всех развозит и все хорошо. А так вот. Наша вот эта новая штука. У нас два поля с картошкой. Давайте начнем с того, которое побольше. А то, которое побольше у нас на 42 это. Да. 42. Или давайте с которое поменьше. Давайте которое поменьше. Ладно. 63 поле. Начнем с него. Жадкой шириной 5,4 метра. Возможно пролезет не на каждом повороте. Если его вот так по автодрайву отправлять. Но мы попробуем и рискнем. Рисуем ему маршрут. 63 поле. Не самое удобное. Не самое прекрасное. Делаем ему наверное штук 7 поворотных полос. 35 метров у него там будет на разворот. Вполне себе пойдет. Ну и отправляем его на поле 63. Он там включает курс play и начинает свою работу. Топливо кстати он жрет не сильно много. Вот как я сейчас погляжу. Черт. Ты даже из магазина не выехал. Уже застрял. Дружище. У тебя же была такая классная штука как поворотная башка. Во. А ну-ка еще раз повтори попытку. С ней ты должен пролазить любую щель. Ну-ка. Дубль 2. Во. Смотри сколько места остается. Давай езди нормально. И друзья в помощь к этому товарищу на разгрузку мы отправляем всех наших трех манов. Потому что картошка эта штука урожайная. У меня просто друзья еще есть подозрение. Что первый. Так нам на элеватор выгружаться. И давай едь на поле 63. У меня друзья есть подозрение. Что первое вот это вот производство которое мне захочется поставить. В плане вот всяких пищевых таких штук. Это будет картофельный завод. Потому что ну я знаете. Бульбаш и все дела. Так друг тоже едь на поле 63. И ты друг тоже едь на поле 63. Но в теории вы должны будете там справиться нормально. А мы друзья еще вывезем наш силос силосной башни. Сюда он походу не влезет да. Там 900 кубов сюда влезет только 400 с копейками. Давайте вывезем на элеватор на наш. Три раза друг ты везешь силос. Вывозишь его с нашей башни на элеватор. Погнал. Кстати как там наша травка которую мы в прошлый раз посеяли. Тут в общем то все хорошо. И клевер еще тоже интересно глянуть. У клевера тоже все хорошо. Сорняков здесь никаких нет. Поля удобрены. Известь все идеально. Все хорошо. Прикатано все прям чутенько. И скоро у нас еще уборка подсолнечника будет. Да в следующем году будет куча 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 силоса. А вот этот товарищ у нас собирается завершить работу. Как я его вовремя споймал. А ну-ка стой друг. Да вот сейчас стоять. Дальше ты поедешь на поле номер восемь. Давай погнал иди работай. Так маны наши приехали. Только они что-то все с разных сторон. Или нет. Не с разных мне показалось. А где наш? Черт. А он застрял на выезде из магазина и я этого не заметил. Лошара. Давай едь. Три минуты ему ехать. А вот этих ребят тогда надо отсюда как-то убрать. Самый простой способ отправить их разгрузиться. Несмотря на то что разгружаться им как бы не надо. Но они просто съездят покатаются. Приедут сюда уже после того как комбайн здесь начнет работу. Что друзья вообще нас ждет на уборочной. Давайте тоже посмотрим. Мы собираем чечевицу. Фасоль. Ячмень. Сорга. Пшеницу. Картофель. Еще фасоль. Еще сорга. Рожь. Еще чечевица. Лен есть. Причем довольно большое поле. Тритикалия. Рожь. Кричиха. Горчичное зерно. Еще рожь. Еще лен. Правда маленькое поле. А тут опять таки соберем со всех полей салону. Наворуем со всех полей урожая. Черт что это. А я опять графончик не подкрутил. Вот на низкой графике кстати на ноутбуке я вот так вот играю. В целом ничего критичного то нет. Бам. То есть я например это заметил только сейчас. Сейчас еще раз будет бам. Бам. Слушайте нормально так маны улетают. Еще раз давай. Мне вот с этим разъехались каким-то чудом. Да. Черный самый умный. Лук у нас здесь растет. А это камни вообще лежат. А лук мы тоже тогда уберем. Нам надо только жадку будет купить для лука. Ну давай друг едь. Я ж знаю ты можешь здесь ехать. Не хочет. Широкая жадка что поделать. Или может вот эту территорию купить. Здесь вроде ничего застраиваться не должно поставить здесь гараж. Есть еще здоровенный ангар для комбайнов. Неплохое место. Интересное. Надо о нем подумать. Так. Парковка контейнер. Дерево товарищ отвез. Он молодец. Начал опять в отбойник. Ладно. Благо ты работать будешь дольше чем ездить по карте. Жадку ломает падла. Стесывает об отбойнике. Все. Поле он нашел. Единственное у него еще косяк конечно будет здесь на первом проходе. Потому что точка я так понимаю на поле находится. Маны приедут которые сюда на загрузку морды свои высунут. Хотя может он их снесет так же как и на дороге. И все картошечка у нас пошла собираться. Опять таки свожу ее всю на склад. Потом продаем. Наверное картошку мы на всякий случай оставим чтобы можно было делать контракты на посев картошки. Или самому засевать картошку. Потому что семенами это очень дорого. Лучше картошку хоронить а не семена. Ну и так как друзья уборочная у нас опять таки большая прибольшая. Я не исключаю вероятность того что будет очередной стремец какой нибудь. Возвещенный этой самой уборочной. Каким-нибудь полям и поубираем. И поболтаем. У меня тут в общем с уборкой все понятно. Или давайте посмотрим чтобы нормально тот комбайн разгружался в эти маны. Блин ну маленькое поле так то 2 часа обрабатывать. Сколько же у него времени на большое уйдет. Ну видимо много. Картошки сыпеть не то чтобы прям сильно много. Сколько вот он проехал 18 кубов всего. Или аж. У нас очередной контракт кстати завершен. Но это на поле 57. Сейчас он там чуть-чуть ему осталось. И он поедет домой. Можно кстати эти контрактики что же принять. И будут у нас денюжки. Черт какой вкусный. Какой соблазнительный контракт. Еще куча тюкования есть. Но не. Мы их сделать сейчас не будем. В октябре синакос максимум. Вот первый ман кстати уже стартанул к нашему комбайну новому. Но здесь он разгружаться не сможет. Потому что первая поворотная полоса ждет полную загрузку. Но он загружается почти полностью. Как раз ровненько на прицеп 60 кубов. Так что все нормально. Да этот модик друзья я тоже залью на свой сайтик. Единственное опять таки вот с белой капустой он что-то как-то не хочет. Вообще на таком комбайне наверное кайфовенько будет на руле знаете ли с таким вот видом. Поездить пособирать это все дело. Я думаю это довольно интересное мероприятие будет. Может быть как-нибудь такой же стримец тоже проведем. С подобной вот фигней. Такое знаете ли медитативное занятие будет. Блин сколько здесь держи. Какое здоровенное поле а. Дождь я смотрю заканчивается не собирается. Хотя кстати написано уже облачко нарисованное а не дождик. Кстати на производство удобрений требуется вода. А почему я про нее забыл. И навоз. Это мы так мало навоза привезли. Подъезжает ман к нашему комбайну и пошли. Нет не пошла разгрузка. Что-то он прям поздно завелся когда он его почти обогнал. Ну надеюсь он будет работать. У меня вроде как он работал. Мозги мне особо не делал. Надеюсь что так и будет продолжаться. А мы к производству удобрений. Мы же завезли туда навоз правильно. 25 кубов на месте. Значит завезли. На складе осталось 9. Но видимо это производство мы тоже остановим. А вот водички туда еще надо закинуть. Воды влазит сюда 300 кубов. У нас по моему на водочистной станции что-то было. Да 170 кубов есть на водочистной станции. Вот давайте мы 150 кубов и отправим. У нас есть специально обученная Вольво для перевозки жидкостей. Убираем ей менять загрузки доставки. Это у нас только для сточной воды такая штука используется. Так водитель удобрялка прибыл. Тарадос уже заблокирован. Что-то они с разгрузчиком не поделили. Тот тоже стоит. Ладно сейчас разберемся. Итак вдруг ты едешь на водочистную станцию. Загружаешь там воду. И разгружаешь ее на производство удобрений выгрузка. И везешь просто воду. Три раза. Погнал. А ну тут в принципе все понятно. Вот эти вот товарищи. Как я и говорил будут мешать на первой проходке. Мешают всем. Все вроде бы проехал. Оставляем его на поле. И пускай они тут развлекаются. Да не самая удобная точка. Но менять мне ее сейчас впадлу на самом деле. Поэтому пускай будет так. Ну и в общем то друзья. Вроде как все работает у нас. Все отправлены в работу. Кто должен был поработать. Контракт на поле 8 у нас завершен еще. Мы этого товарища тоже останавливаем. Есть у нас еще один контракт на известь. Давайте этот мы примем. Поле 44 нам еще надо посыпать. Кстати после извести должна же вспашка какая-нибудь появиться. Да. Есть у нас еще две вспашки. Мы их тоже берем. А этого товарища на поле 44 мы отправим. Нарисуем ему курс плюй. Вот такой вот. И я думаю что ему даже можно не ехать. Не пополняться. Сразу ехать на поле. Еще мы ему говорим припарковаться по завершению. Потому что это последнее поле на известь. Ну и в общем то я тут остаюсь на уборку урожая друзья. А мы с вами встретимся уже после того. Как я все это дело уберу. Ну и заканчивается друзья у нас август. Закончилась эта гигантская уборочная. И заняла она у меня 3 рабочих дня. Полных. Там был конечно один небольшой фейл. С тем что у меня 9 часов игры не сохранилось. Но это ничего страшного. А что мы в общем то имеем. У нас баланс почти 2 миллиона. Плюс еще висит 2 контракта последних на культивацию. У меня одно поле которое поменьше чизеля сейчас культивирует. Поле которое побольше чизеля культивирует большой культиватор. У нас тут осталось очень много всего лишнего. Потому что я опять таки как упоротый не знаю зачем. То что пойдет на зерно оставил себе. Соответственно пшеница 5 кубов. 35 ржи. 28 сорга. 22 тритикалия. 26 кубов фасоли. И 6 кубов ячменя. Я думаю это все надо нам перевести на протравитель семян. И как нам это грамотно сделать. У нас есть 3 мана и 1 возилка маленькая. Давайте вот маленькая возилка отправит пшеницу и ячмень. Два риса она сделает. Небольших. Давай ставим тебе ячмень. И ставим тебе производство семян выгрузка. Давай в общем то едь. Два разика да. Сейчас он загрузится мы ему поменяем на пшеничку. Ману мы говорим сделать 2 поездки. Первая будет рожь. Давай едь. Второй у нас повезет например фасоль. Одна поездка. И третий повезет например 3 теколя. И тоже одна поездка. Сейчас они там все не смогут уехать. Потому что вот этот сможет. И мы ему соответственно меняем на пшеничку. Они все не смогут уехать. Потому что я не стал менять 85% загрузку. Еще сорга надо будет отвезти. Потом мы вот этому ману сразу и поставим. Давайте мы поставим отвозить при уровне 30%. Чтобы он нас потом не дергал. И потом друг ты повезешь у нас соргу. Давай погнал. Вот этот товарищ у нас чем-то загружается. Но не уедет мы его вручную отправляем. Давай едь. И вот этот наш ман заправляется у нас в третикале. И опять таки мы его вручную отправляем. Все давайте едьте друзья. С этим все. Далее. Смотрите что у нас еще есть. У нас есть 20 миллионов литров соломы. Сейчас на нее так себе цена. Но зимой когда поднимется хотя бы до 50 евро. Мы ее продадим получим миллион денег. Круто. Круто. Также у нас довольно много льняной соломы. Почти 5 миллионов литров в общем то тоже ждем хорошую цену. Ну а соломы бобовых я думаю что мы все перевезем на компост. У нас еще и на компост кстати цена хорошая. Поэтому я думаю что имеет смысл его продать. Тут пишется что максимальная цена 400. Сейчас 412. Правда 420 когда-то ловилась. Уже рекордная цена стоит в sell price триггере. В общем то компост мы продадим. Также у нас по продакшн инфо много кто ездил заправляться. Выкачали все наши топливо с заправки. Поэтому наверное имеет смысл куб топлива завести на мастерскую. Загрузки доставки мы не меняем. На то выгрузка. Давай друг сделай один рейсик. 12,5 кубов нам привези и все будет нормально. Также у нас есть проблемы с навозом на производстве удобрений. 22 куба кстати они уже накакали. Сейчас они подрастут и начнут нормально делать свои дела. Поэтому поднимем. Но прицепчик надо все таки отвести сейчас будет. Ну а все остальное хватает на 16 часов уже в сентябре этим займемся. Надо будет опять корм закупать вот этим вот поросяткам. Жрут они сейчас много. Корма у нас нет. Хотя кстати что-то уже скопилось. Может быть и своим пока обойдемся. Ну и друзья на производстве семян. На третьей линии у нас сейчас добавится соргу. Привезут. Поэтому третью линию мы включаем. И четвертую линию мы тоже включаем. Туда у нас фасолька приехала. Так что семян у нас в общем то будет в достатке. Они точно будут не в дефиците. Это в общем то прекрасно. Еще маны вернутся. Наверное отправим их продавать компост. 600 кубов так то это деньги. Хотя 247 тысяч всего получим. Ну на самом деле это не всего. Вот так вот по копейке оно все и получается. Вообще что у нас сегодня. У нас сегодня новый. А комбайн да новый был. 499 тысяч. Кстати по поводу друзья комбайна. В общем то есть у него небольшой. Я его выложу. Если не найду замену. Так это друг уже второй раз поехал да. Все парковаться еду. Все хорошо. А так вот. Вот этот вот комбайн. Есть у него в общем то косяки. С триггером выгрузки вот этой ленты. Она почему то очень плохо определяет куда выгружать. Не ищет грузовик. Соответственно не видит его по курсплею. Когда он подъезжает на разгрузку. То есть он должен подъезжать прям очень близко. Из-за этого он кстати не заводит двигатель когда стоит. Поэтому ему в настройках надо отключить. В настройках курсплея вот здесь вот. Экономить топливо. Надо поставить не активно. Иначе он не будет видеть грузовик. Не будет заводиться. Не будет разгружаться соответственно. Но в целом он убрал два поля. И не сильно мне компостировал мозги. Вот реально. Меня не отвлекал. Поэтому наверное я его оставлю. Но он немножечко косячный. Я в общем то сделаю приписку на сайте что он немножечко косячный. Если мне скинут какую нибудь альтернативу поставим ее. Но пока пускай будет. Так. Два мана вернулась. Сколько у нас вообще компост и где он лежит. На корма уже 30 кубов кстати насобирался. Так что нормально. Обойдемся пока своим. На день им хватит. Плюс за ночь еще что-то сделаться. Итак. У нас 209 кубов лежит на водочистной станции. И 410 кубов лежит на компостере. Это в общем то 4 поездки с одного и 7 поездок с другого места. Садоводство у нас надо. На садоводство это все дело надо вести. Поэтому давай ты у нас поедешь 7 раз забирать с компостера. Везешь компост и продаешь его на садоводство. Садоводство 7 раз. Давай едь. А ты белый друг едешь 4 раза. Забираешь это все дело на водочистной станции компост загрузкой. Тоже везешь компост и выгружаешься тоже на садоводство. Все. Давай погнал. Съезди починись сначала. А потом давай шуру катайся. Так. Дизельное топливо приехало. Отлично. Навоз надо было еще отвезти. Это одна поездка. Забрать со свинарника навоз. Отвезти на производство удобрений. Выгрузка. И отвезти. Навоз. Давай. Погнал. В общем то вот так вот дружно они все уехали работать. Всех распределили. И все хорошо. Ну и друзья у нас есть денюжки. И сейчас еще прибавится чуть-чуть. Поэтому я предлагаю поставить новое производство. Мы как раз купили территорию около 30 поля. Точнее 30 поля и соседнее наше вот это производство. Кстати сколько уже там нефти появилось. Уже 128 кубов появилось. Ого-го. Но мы договорились что он 2 дня поработает. А оно еще не поработало 2 дня. А так вот. Я предлагаю вот на эту вот территорию разместить новое производство. Только конечно же нам надо сначала сохраниться. Потому что я знаю весь этот терраформинг. У меня с ним никогда не клеилось. Поставим мы сюда друзья столярку. На самом деле здесь хватает места чтобы еще что-нибудь потом воткнуть. Небольшое. Может быть сейчас сразу прицелиться что здесь будет. Есть подозрение что надо будет мастерскую сюда еще поставить. Целлюлозная фабрика нет. Две они не влезут. Плюс для целлюлозной есть участок. Для столярки нет определенного места установки. Поэтому в общем то мне вот это место нравится. С другой стороны я изначально думал поставить на немножко на другое место. Так вот эта работа у нас по культивации идет. Тут тоже идет. Тут 4 штуки в ряд ездит. У них все хорошо. Это друзья вот это 20 поле. Здесь есть вот такая площадочка. И если мы приценимся сюда по месту. Хотя оно не намного меньше на самом деле. То же самое плюс минус и получается. Нет давайте туда. 30 поле. Мне это место больше нравится. Я надеюсь что оно сейчас не вдавится в землю. Очень сильно не хотелось бы этого бзинь. Все нормально покрасилось. Вроде как триггера торчат из земли как и должны. Но и вот оно еще одно производство. Давайте посмотрим что оно умеет делать. Столярка. Делает она ульи, деревянные бочки, деревянные ящики и мебель. Ну и поддоны кстати тоже умеет делать. Поддонов делает полторы тысячи в час. Я думаю что эту линию тоже можно будет вполне себе запустить. На все линии абсолютно требования одинаковые. То есть планки, техобслуживание и электрозаряд. Ну и поддоны соответственно на линию поддонов не надо будет. Плюс еще щипа у нас здесь будет выходить. Правда довольно мало. И если мы запустим все эти линии. Давайте их запустим все. Я не знаю имеет ли смысл поддоны запускать. Давайте запустим. Лишними поддоны не будут. Единственное надо посмотреть. Знаете что? Планки требуется 68, 400. А складируется 60 кубов. То есть возможно надо запускать вторую линию, вторую смену по планкам. И мы в общем то можем это сделать. Да производство чуть чуть дороже. Но давайте запустим. И теперь у нас планок складируется 120 кубов. А требуется 68. То есть все нормально. Нам их хватает и планки можно будет смело продавать. Улей друзья будут в будущем требоваться по моему на устанавливаемых полях там с клубничкой и так далее. Деревянные бочки тоже для чего-то понадобятся и ящики. Мебель идет тупо на продажу. Но на данный момент у нас все пойдет на продажу. Поэтому мы потом запустим все это дело тоже в sell price триггере. Чтобы оно нам отображалось когда и что будет продаваться. Нам друзья надо завести сюда еще материалы и провести курс play. В принципе что у нас здесь. У нас здесь точка выгрузки где мы выгружаем планки и поддоны. А здесь у нас есть загрузка щипы. И здесь у нас есть загрузка продукции на поддонах. Три точки. Ну и отдельно выгрузку на техобслуживание. Вот. А так в целом все в порядке. Все довольно таки просто. Для этого друзья. Мы берем нашу вот эту вот прекрасную машинку. И отправляем ее на поле номер 30. Давай друг едь туда. Как раз через 8 минут у нас туда электричество поступит прекрасно. А пока он туда едет друзья. Я думаю что имеет смысл здесь. Немножечко подшаманить все это дело закрасить. Красиво чтобы было. Я думаю что под цвет вот этой вот грязи мы это все сделаем. Это же вот она. Это вот она. Отлично. Просто здесь немножечко. Или сделать вот здесь заезд такой. Так забор у нас здесь есть. Поэтому вообще заезд имеет смысл сделать вот так вот отсюда сквозной. Здесь выезд. Вот так вот. Здесь загрузка для поддонов. То есть вот так вот тоже сквозной. Здесь тогда надо делать выезд на дорогу. По любому. И вот он готов. Также в обход наверное опустим для щепы кого-то. Поэтому давайте мы вот здесь все это просто вот так вот доведем. Черт промазал. Ничего страшного. Аккуратненько. Мало по малу. Шаг за шагом. Квадратик за квадратиком. Черт опять вылез. Аккуратненько не получилось. Что у нас вообще здесь такое. Бетон. У нас здесь бетон. Давайте вернем обратно. То что накосячили. Сперва друзья сделаем автодрайв. Потом еще подрисуем под автодрайв что-нибудь. Если вдруг понадобится. Так. Давай тебя мы бросим вот здесь. Кстати. Вот этот вот маршрут который у нас поле обводил вокруг. Он нам больше не нужен. Поэтому прокатимся его сотрем. Вот так вот. И не знаю нужна ли нам вот эта вот линия. В принципе она то идет нормально. Но заезд идет слишком рано. Я бы сделал заезд чуть раньше. Поэтому давайте все таки вот это тоже все тогда сотрем. И сделаем один заезд и один выезд. Это мы все стираем. Здесь мы уже прокатимся. Даже выезд не по дорожке был. Ай-яй-яй. Какая вот плохая идея. Неправильная. Ну что все стерли. По 24 тысячи за прицеп мы получаем с компоста. Все в общем то путем. Денег трохи заработали. Итак. Нам надо сделать заезд где-то здесь. Тогда. Я даже предлагаю его сразу здесь нарисовать. Это у нас опять таки грязь. Как то вот. Вот так вот. Например. Вот от этого всего избавиться. Можно даже чуть-чуть пошире. Вот так вот пойдет. Значит здесь у нас будет заезд. Ну и давайте мы по этой дорожке просто пока что прокатимся. И сделаем сквозную линию. Как обычно с чего вот мы начинаем. А потом уже к ней будем цеплять все остальное. Вот до сюда. Как то так. Соответственно отсюда будут выезды. Один в одну сторону. Другую в другую. Здесь в общем то угла вполне себе будет хватать. Делаем это все дело тоже второстепенной дорожкой. И поехали еще подсоединим въезд. Тоже делаем с двух сторон. Здесь даже никаких выездов через встречку смысла нет делать. Потому что даже если он будет срезать по траве. Здесь ничего страшного. Нету. Никаких стен нету. Ни об что он цепляться не будет. Вот. Как то вот так получилось. Отлично. Так. Ну и здесь хотелось бы как то это все дело скосить. Поэтому предлагаю здесь тоже немножечко тогда замазать. Ладно. Замажем мы потом. На основании того как у нас линии пойдут. Далековато от дороги получилось. Да? Ничего страшного. Давайте здесь проедем. Проведем кусочек на выгрузку. Здесь у нас две точки нам надо будет сделать. Давайте вот эта точка будет столярка выгрузка. Ладно. Давайте проедем сначала. Выйдем отсюда. Соединяем вот это вот все дело. И вернемся сделаем еще одну точку. У нас будет ТО столярка. Чтобы наш спринтер и сюда тоже заезжал. Вроде как я обычно так это все дело обзывал. Но потом посмотрим. Когда в папку будем закидывать. Также с помощью нашей Вольвы. Фуры. Мы будем забирать товар. Поэтому для нее тоже нужна будет определенная точка. Начинаем вот отсюда мы съезд тогда. И поехали все это дело тоже подведем. Максимально ровно. Блин я не помню с какой стороны будут появляться эти поддоны. Что максимально ровно не получилось. Ну давайте вот до сюда он будет доезжать. Потом если что мы эту точку поправим. Обзовем эту точку столярка. Загрузка поддоны наверное вот так. И соответственно отсюда он будет уезжать. И все у нас будет путем. И также нам нужна еще точка на загрузку щепы. Давайте чтобы не было лишних кругов. Мы сделаем заезд прямо здесь. Здесь заборчик будет мешать чтобы с этой линии это все выводить. Ну давайте заведем тогда вот отсюда. Начинаем здесь тогда заезд. Здесь у него много места на поворот. Заезжает он вот сюда вот так вот. Под триггером проезжает. Я думаю что точку можно делать здесь. Даже для трактора нормально будет. Столярка загрузка щепа у нас это будет. Ну и выводим это все дело. К нашей основной сети тоже подсоединяем. Делаем круг вокруг столярки. Здесь не очень приятненько получается. Не знаю как здесь ман будет. Будет ли он нормально здесь заезжать. В общем то это его проблемы будут если не сможет правильно. Вообще на самом деле нет это будут мои проблемы. Давайте все это дело мы тоже соединяем. Ну вот и все вроде автодрайв готов. Остались последние штрихи. Во-первых того столярка мы в папку техобслуживания закидываем. И да вот он здесь будет со всеми. Спринтер потом будет кататься. Ну а для остальных столярок делаем тогда отдельную папку. Которая будет называться столярка. И соответственно в эту папку мы перекидываем точки которые уже сделали. Столярка, столярка, столярка. Вот они три штуки. Замечательно. Как раз сейчас вот уже придет электричество. Этого товарища мы отправляем домой. Кто у нас еще работает? А компост сначала уехать не может. Последнюю доставку сделать. Тут все дело в том что водоочистная станция работает. И постоянно добавляются какие-то полулитрик. И вот он пытается уехать. А потом видит что появилось еще. Давай друг едь разгружайся. И возвращаем ему за одно сразу 85 процентов. Да бывает такая какофония с теми кто быстро работает. Так с этим разобрались друзья. Надо запустить наше производство еще. Новенькое. До этого надо планок туда отвезти. У нас же планки есть. Я же их не продавал. Я продавал планки серьезно. Черт. Не они то у нас есть. А что это я так безрассудно планки то продал. 95 кубов то у нас есть. Все нормально. Ну давай вольво съезди тогда на лесопилку загрузка поддонов. Сейчас мы тебя там загрузим на разочек. И привезешь все добро тогда сюда на склад. Да ну в общем то скорее всего и все увезет отсюда да. Не он далеко не все увезет. Что у нас там на складе лежит на продажу готовая. ДСП у нас много значит ДСП у нас приоритете. Бланки потом ДСП. Потом все остальное. Так саман где то второй застрял. А где он там застрял. Какого лешего он там застрял. Потому что он поехал на компост выгрузка. А ему надо на компост загрузка. Здесь для мана не рассчитана даже выгрузка. Вот я опять слошарила. Так 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 так. Давай в другую сторону друг. Все есть забирай. Бывает иногда путаешься да. Тем временем вольво приехала. Вольво приехала. Значит первое. Давай отгружай 95 кубов плана к 19 поддонов. Далее пока они там отгружаются ДСП. 19 поддонов это 38. Итого еще 12 можно загрузить. Давайте это будет ДВП. 12 поддонов загружаем. Они загружаются и вольво уезжает вперед. Она приедет там сама разгрузится и все у нее будет хорошо. А пока она туда едет давайте мы еще вот этого челика настроим. Правда мы это сделаем намного быстрее. Ему один раз нужно будет отвезти эти самые планки. Со склада забрать и выгрузиться на столярки. Столярка выгрузка. Ну и пока что мы ждем. Пока сюда вольво все привезет. Интересно насколько ему вообще хватит этих 70 кубов что мы привезем сейчас. Блин сбор уезжай какой же вкусненький а. Я надеюсь в следующем году он не догадается сажать опять хлопок, белую капусту, лук там что еще. Может в голову человеку взбрести. Мы в час производим две с половиной тысячи планок. А он будет тратить пятьсот, пятьсот, пятьсот и тысячу на мебель. Две пятьсот. Слушайте если мы вырубим вот эту линию поддонов. А мы ее вырубим. Кстати поддоны тоже надо завести. Ребята простите у меня сегодня что-то с голосом вообще беда. То мы можем смело вырубить и вторую смену по планкам. И у нас будет полное обслуживание да. Если мы посмотрим вот в это меню. Да 60 складируется 62 и 4 требуется. Почему так? Не могу вкурить. Мы производим две пятьсот в час. Потратим мы пятьсот Плюс еще пятьсот тысяч. Плюс еще пятьсот тысячу пятьсот. Плюс 12500. Непонятно. Кстати поддоны у нас тут есть? Поддоны у нас тут есть. Поддоны тоже заберем отсюда тогда? О волево приехала как раз. Тогда вдруг тебе две поездки ставим? Но я в общем то не понимаю. Аааа. У нас требуется еще на мастерской. В планке точно. Две четыреста требуется там. Я понял. Тогда знаете что? Мы пока что. Временно. На пару дней запускаем вторую линию. Просто, чтобы сделать некий запас по этим планкам, чтобы всегда со склада можно было возить. Так, все, он там уже выгружается, можно уже отправлять. Давай, первый рейс планки, потом поддоны. Черт, много поддонов, ФП сразу просел. Кстати, странно, Production Info пишет, что на столярке не хватает планок, а вот то, что там не хватает поддонов, он не пишет. Возможно, это из-за того, что поддоны там как бы производятся. И вообще, по-моему, оно может быть на полном самообеспечении поддонами, да? Он делает 1500 поддонов, требует 112, 112, 112 и 112, то есть да. Но нам вроде как пока это не надо. Так, он загружается планками, мы ему меняем на поддоны, чтобы он второй раз свез поддоны. Ну и все, в общем-то, он съездит, все привезет и все там будет работать. А еще я забыл, что мы хотели здесь подрисовать немножечко ландшафт. Пока вот товарищ наш едет сюда, мы как раз давайте-ка и подрисуем. Здесь просто вот эту зону немножко увеличим и смажем ее. Как-то вот так вот, вроде как маршрут проходит именно вот там. Если я ошибаюсь, уж извините. Сейчас мы увидим, где он едет, где он начинает сворачивать. Не, он прям вот так вот едет. Делать вот так, наверное, не сильно красиво, да? Или нормально? Что-то хрен его знает, как тут сделать. Вот этот квадрат расширяется, когда вообще отдельная попучка будет не круто. Ну ладно, сейчас посмотрим, как он тут едет. Заодно с высоты птичьего полета посмотрим. Вот он налево здесь прекрасно поворачивает, ровненько по дорожкам. Но тут, правда, задняя поворотная ось на прицепе. А так мы даже много скастили. Все здесь прекрасно, все нормально. Оп. Он заезжает. Конечно же, слабоумие и отвага. И он разгружается. Лепота. Еще вот здесь выезд вроде как немножко через травушу. Можно вот это вот тоже все обрезать. Чуть-чуть. Самую малость. Вроде как все у нас в порядке. Да, разгружается он довольно долго. Но что поделать. Планки мы завезли. Теперь не хватает поддонов. Линии все равно стоят, правильно? Линии все равно стоят. Ну ничего, сейчас он завезет и все будет у нас хорошо. Это производство тоже заработает. И уже будет какая-то продукция у нас скоро. На этом, друзья, я предлагаю тогда закончить эту серию. Она опять, скорее всего, получилась относительно коротенькая. Как уже, знаете, последние, что-то были там час-полтора. Но вроде как все, такого больше не будет. Я надеюсь. Впереди нас ждет сентябрь. Там вроде как ничего интересного у нас не предвещается в сентябре. Если мы посмотрим на наши поля, то у нас наша трава типа созреет. Но на самом деле оно не созреет. Ни трава, ни клевер, ни люцерна, ничего. Подсолнух созреет только в октябре. Ну и вроде как чужих полей тоже созреть никаких не должно. У нас, по-моему, только хлопок остался из чужих полей кукурузы. Вот кукуруза здесь растет точно. Не кукуруза, а подсолнечник. Еще минимальная какая-то уборочная будет, но это будет уже в октябре. А в сентябре особо заняться будет нечем. Зато контракт на поле 55 у нас выполнен. Мы еще 24 тысячи получаем. Вот. Поэтому, наверное, сентябрь за кадром я обслужу просто производство, которое надо будет обслужить. Если будет пара контрактов, там какие-нибудь культивации, я их сделаю. А мы встретимся тогда с вами уже в октябре. Будем собирать наши поля. Заодно перевезем нефть вот отсюда на наш НПЗ. Переработаем. Уже будем запустим линию по переработке нефти. Ну и посмотрим, что за два дня сможет сделать вот это вот прекраснейшее наше новое производство. Поэтому, друзья, если на канал не подписаны, то, конечно же, подписывайтесь. Лайки, комментарии тоже не забываем. Если не хотите ждать следующую серию прям долго, то посмотреть ее на бусте уже, скорее всего, можно. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилай и всем пока-ки.